МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За прошедшие выходные на дорогах Тольятти погибли два человека, один пострадал. 28 августа вечером в одном шоссе погиб пешеход. Из официальной информации следует, что мужчина на иномарке с полуприцепом, двигаясь со стороны села Васильевка в направлении Новозаводской, в районе 9-го километра обводного шоссе, сбил мужчину-пешехода. После совершения наезда на пешехода водитель убрал свое транспортное средство с места ДТП, что противоречит правилам. За подобное автовладельцу грозит административная ответственность в виде штрафа. Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и до прибытия медработников скончался на месте аварии. 29 августа ранним утром на Никонова мужчина на иномарке съехал с дороги, врезался в дерево и опрокинулся на крышу. Водитель погиб до приезда скорой помощи. Обстоятельства ДТП в настоящее время устанавливаются. 30 августа в 8-м квартале Киарио сбило школьника. Наезд на пешехода произошел в жилой зоне. Мальчик переходил к проезжей части из-за припаркованных транспортных средств и оказался под колесами иномарки. Несовершеннолетнему понадобилась госпитализация в больницу. На трассе Калина врезалась в КАМАЗ. Два человека попали в больницу. Авария произошла ночью в воскресенье в Сызранском районе. Оба транспорта двигались со стороны села Шигоны в направлении Сызрани. Водитель легковушки не выбрал безопасную дистанцию до грузовика и врезался в него. Пострадал сам виновник ДТП и его пассажир. Оба были доставлены в больницу. На автодороге Тольятти-Ташолка возле села Нижняя Сычалеева произошло ДТП с участием двух автомобилей. На месте работали сотрудники Ставропольской госавтоинспекции. Собран проверочный материал, в ходе которого будет установлен виновник аварии. О пострадавших ничего не сообщается. В Самарской области в ДТП погибла несовершеннолетняя. Авария произошла в Сергиевском районе. Машина Рино Сандера ехала в Самару со стороны Уфы. Водитель не справился с управлением. Съехал в Кювет и опрокинулся на крышу. На момент аварии в автомобиле было четыре человека. Один из пассажиров, девочка, подросток 14 лет, скончалась на месте. Остальные получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали. Сейчас полицейскими проводится расследование обстоятельств ДТП. После чего будет принято процессуальное решение. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране на прием к судебным приставам можно попасть строго по записи. Записаться можно на официальном сайте через электронный сервис «Запись на прием». Это позволяет не создавать в отделениях скопления людей. При соблюдении правила, что на посетителя выделяется не более 20 минут, каждый обратившийся будет принят строго по времени. На официальном сайте управления в разделе «Контакты» указаны телефоны всех отделений судебных приставов области. По этим телефонам граждане могут уточнить у сотрудников службы всю интересующую их информацию. Простегни ремень безопасности, сохрани свою жизнь. Многие автовладельцы игнорируют данное правило. Подобные действия водители и пассажиры объясняют своей забывчивостью, а то и вовсе считая их бесполезным приспособлением. В целях снижения уровня дорожно-транспортного травматизма и профилактики нарушений среди водителей и пассажиров, связанных с неиспользованием ремней безопасности, в ближайшее время запланированы специальные профилактические мероприятия. ИБДД напоминает, что не административная ответственность должна заставлять пристегнуть ремень безопасности во время поездки, а понимание возможной потери самого дорогого – жизни. Субтитры создавал DimaTorzok